Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. Глава 43. Я пришел помочь спасению людей. Когда Славочка заболел, я спросила его, Слава, кто тебе может помочь? А он мне сказал, мне никто не может помочь. Мне помог бы только такой человек, как я. Я говорю, где же я могу его найти? А он сказал, а такого нет, мне никто не может помочь. Тогда я его спросила, а ты кто? Как мне все это понимать? И вот тогда он рассказал мне, мамочка, когда найдется в лавре книга с пророчествами, вот тогда вы и узнаете, кто я. Славочка не стал мне описывать эту книгу, как она выглядит и что в ней написано. Да я и не настаивала на этом, я не очень-то любопытна. Сначала Слава рассказал о том, что наступит такое время, когда из-за него среди простого народа и особенно в церковной среде будет очень много разговоров и споров. Как я поняла отрока, его пророчество по-настоящему взволнует очень многих людей, и именно это подвигнет лаврских монахов начать поиски этой книги. Он сказал, найдут ее так. Сначала ее будут очень долго искать, никого не оповещая о том, что ее ищут. Очень долго будут искать эту книгу. Они уже потеряют надежду ее найти. И когда никакой надежды уже не останется, ее наконец-то найдут. Один очень уставший и запыленный инок принесет эту книгу двумя руками и положит ее на стол. Слава даже мне показал, как он ее положит. Я спросила Славочку, а почему он будет запыленный и уставший? А он сказал, мамочка, столько будет работы в монастырях, что молиться-то некогда будет. И далее Славочка продолжил свой рассказ. Придет этот инок, весь запыленный, весь такой уставший, и положит эту книгу перед старцем. И спросит, может это? И Славочка по-детски мне сказал, вот это и будет этой книгой. Когда инок положит эту книгу перед старцем, то через какое-то время старец ее откроет и прочитает, что там написано. И от неожиданности он замрет. Слава сказал, что он будет ожидать чего угодно, но только не того, что там будет написано. И какое-то время он от удивления как будто отцепенеет. Он будет стоять перед этой книгой и будет смотреть на нее. А потом он опомнится, закроет ее и пойдет другим говорить. А те придут, но перед этим они по дороге еще успеют подумать, что, дескать, ну что там еще в очередной раз нашли. Они подойдут к этой книге и старец им скажет, сами открывайте. Они откроют книгу, станут читать, и реакция у них будет точно такая же, как у старца. Они тоже перед этой книгой отцепенеют и тоже будут стоять, стоять, долго будут стоять. А потом говорит, такой шум поднимется из лавры на весь мир. Я тогда его спросила, Славочка, а что в этой книге будет написано? А он сказал, ну там, мамочка, будет написано про всех понемногу и про меня немножко. Помню, я тогда улыбнулась и сказала, а что это там будет про всех написано, а про тебя немножко. А он так смутился немного и говорит, мамочка, ну там про всех понемногу будет написано и про меня немножко. И еще Славочка сказал, когда найдется в лавре книга с пророчествами обо мне, тогда, говорит, вы узнаете, кто я и испугаетесь, потому что вольно обращались со мной. Очень сильно испугаетесь. Потом пройдет какое-то время, вы успокоитесь и будете очень сильно гордиться мной. Славочка сказал, что в военном городке все будут очень гордиться, что он здесь жил. А Германия, по словам Славочки, будет просто ликовать от того, что он у них жил пол своей жизни. Слава сказал, что после того, как в лавре найдется эта книга с пророчествами о нем, начнется сильный шум. И о нем будут говорить все и всюду. И по телевидению, и по радио, и книги о нем будут писаться. Отрак сказал, что поднимется такой шум, и будет столько разговоров о нем, что даже дрогнут монахи от того, что поднялось такое. Еще Слава сказал, что в то время будет фильм о нем. Я тогда не поняла, о каком фильме он говорил. Который посмотрят все. Вся страна его посмотрит. Славочка даже рассказал мне о том, как этот фильм будут показывать. По словам Отрака, его покажут по первому каналу телевидения. Сначала, говорит, сделают заставку и поставят на весь экран его фотографию, где он маленький, годика в три. После этого будет, как бы минута молчания. А затем начнут показывать этот фильм о нем. И Слава сказал, что после просмотра этого фильма люди начнут спорить, и многие люди дрогнут, потому что им не хочется этих бед и катастроф, надвигающихся на планету. И Слава сказал, мамочка, они его посмотрят, потом погрустят, такие задумчивые походят, и злово пересилит. Они думать не захотят и скажут, а, ее попы научили, она и говорит. То есть они все свалят на священников. Славочка сказал, что как только из-за него начнется шум, то очень много будет споров и препирательств среди священников по поводу его пророчеств. Дойдет до того, что многие священники просто перессорятся друг с другом из-за него. Особенно много шума и споров среди духовенства будет в Москве и в Одессе. В Одессе, по словам Отрока, ситуация станет даже тяжелее, чем в Москве, и очень тяжело будет Одесскому митрополиту, потому что он невольно окажется как бы в центре этих споров, и ему по-человечески будет очень трудно. Может быть, кому-то это и не понравится, но Славочка своим простым детским языком сказал буквально так. Мамочка, почти все священники переругаются из-за меня. Будет шум, споры, препирательства, кто-то будет защищать Славочку, а кто-то будет умничать и нападать на Славочку. Вот такая непростая ситуация будет в среде духовенства, когда поднимется весь этот шум из-за Отрока. Но меня, как я поняла Славочку, весь этот шум и препирательства не очень-то затронут, потому что он сказал, «Мамочка, а ты почти ничего знать не будешь, что там будет происходить». Если говорить о самих священниках и их отношении к Отроку, то о них Славочка сказала, что вначале они в основной массе своей ничего личного против него иметь не будут, им просто захочется показать себя и поумничать. Он так и сказал, «Мамочка, они просто захотят поумничать, показать себя, какие они умные». Получается, они не проповедь будут читать, а станут умничать. И после того, как они поумничают, они испугаются, задумаются и умничать перестанут. Славочка сказал, что потом в Троице-Сергиевой Лавре соберется Совет Старцев и на нем будет принято решение, кто же Отрок. А те священники, которые раньше хотели поумничать и выступали против Отрока, они тогда на какое-то время вообще замолчат, и у них у всех будет одна и та же мысль, а что это? «Что-то уж слишком, что-то здесь не так». Славочка сказал, что они очень серьезно задумаются и уже ничего не будут говорить. И в конечном итоге, по словам Отрока, все больше и больше священников станут переходить на его сторону. Слава сказал, «Мамочка, очень многие священники опомнятся и встанут за меня, а те, кто нападал на Отрока, они просто замолчат и уже ничего говорить не будут». А о местных священниках Славочка сказал мне так, «Мамочка, потом пройдет какое-то время и у тебя здесь на Урале будет два местных священника, которые к тебе будут очень хорошо относиться, но один из этих священников будет наслышан, что ты плохо говоришь о священниках, и он будет за тобой наблюдать, что же ты говоришь о священниках, а потом послушает, послушает, а ты про них ничего и не говоришь». И он успокоится, «Но ты, мамочка, уже будешь не такая, ты уже так настрадаешься и будешь такая, что даже их ты как-то уже не будешь воспринимать и станешь отстраняться». По словам Отрока, весь этот шум и все эти события начнутся с Москвы, все будут в то время о нем говорить. Слава сказал, «Мамочка, они даже не посмеют тебя в Москву вызвать. Они сами все к тебе приедут и ученых с собой привезут. Они начнут тебя, мамочка, подробно расспрашивать. Ученым нужно будет, чтобы ты согласилась на то, что инопланетяне есть, и начнут тебя мучить своими доказательствами. Они такие факты тебе приведут, что даже ты, мамочка, немножечко поколеблешься и подумаешь, ну ничего себе, наверное, они на самом деле есть. И эти ученые уже внутренне будут торжествовать победу. А ты, мамочка, на них посмотришь и скажешь, если отрок сказал, что нет инопланетян, значит их нет. И они разочарованы уедут в Москву. Долго говорит, их не будет, а потом они снова приедут и наденут на меня золотой венец. Я спросила, а что это такое? А он мне ответил, мамочка, ну это прибор такой. Он мне объяснял, какой он будет, я просто сейчас уже не помню. А потом говорит, меня заберут в Москву. Я говорю, как тебя заберут в Москву? Куда тебя заберут? А он говорит, ну в Загорск. я тогда говорю, как это тебя заберут? А я что? А он сказал, мамочка, а ты со мной поедешь и будешь жить там. Я еще помню, его спросила, а что я там буду делать? У меня там ни друзей, ни знакомых нет. А он сказал, что к тому времени у тебя там будут друзья. Похоже, перед тем, как Славочку увезут в Москву, его еще попытаются украсть. И Славочка мне рассказал, как это произойдет. По словам отрока, в то время в городе Златоусте будет жить один богатый татарин. И этот татарин задумает украсть Славочку вместе с его могилкой и памятником. Причина здесь будет простая. Татарин просто захочет перенести и поставить могилку отрока к себе во двор перед домом, чтобы Славочка его охранял. Слава мне даже обрисовал его двор, где он захочет поставить Славочкину могилку. Калитку говорит открываешь и идешь по дорожке. И слева от входа в дом он захочет все поставить. Он мамочка захочет все забрать и меня и памятник и оградку. Для этой цели Славочка сказал татарин наймет две машины одну грузовую а другую с краном. Хорошо заплатит водителям и строго настрого прикажет им чтобы они молчали и не выдавали его ни при каких условиях. И когда глухой ночью оба водителя приедут на кладбище и уже опутают веревками памятник чтобы его поднять внезапно появится столб яркого света среди ночи. Этот столб света по словам отрока будет идти с неба прямо на кладбище свет будет настолько сильным и ярким и все это произойдет так неожиданно что один шофер тот который будет ждать в грузовой машине от страха как бы сойдет с ума а второй шофер который будет на кране от испуга отцепенеет и ничего не сможет дальше делать вдобавок к этому у них еще откажут обе машины и они не смогут уехать они так и просидят до утра на кладбище и когда утром приедет милиция и начнется разбирательство они от страха забудут все угрозы этого татарина и сами все расскажут кто их нанял и для чего и что произошло и так далее вот так один богатый татарин неудачно попытается Славочку украсть кладбище когда я об этом рассказываю возникают смешанные чувства одновременно и смешно и грустно Славочка сказал что когда меня пригласят в Москву то период моего пребывания с ним в Москве будет самым тяжелым периодом в моей жизни он так и сказал мамочка это будет самый тяжелый период в твоей жизни и мне сейчас иногда кажется что самое тяжелое в моей жизни смерть моего сына я уже пережила а оказывается что нет будет еще тяжелее когда меня пригласят в Москву Славочка сказал что в Москве мне поставят охрану и начнут меня приглашать на телеэфир а у меня уже никаких сил не будет что-то рассказывать больше всего любопытство ко мне будут проявлять артисты а на телеэфире со мной будет такая ситуация о которой Славочка рассказал мне подробно он сказал будет прямой эфир будет сидеть много священников обратят внимание мамочка на то как ты будешь одета они тебе скажут что надо говорить но пока они будут смотреть на твою одежду ты забудешь что нужно говорить и священник ведущий с таким раздражением тебя спросит ну что же вы молчите а ты скажешь а я все забыла и будет и будет такая тишина потом этот священник скажет что-то же вы помните а ты мамочка такая спокойная повернешься к нему и скажешь что-то я помню ну расскажите что вы помните и вот с этого диалога по словам отрока люди просто прильнут к экранам телевизора потому что многие люди будут действительно думать что меня священники научили говорить что им нужно отрок сказал что очень многие люди будут так думать и слава сказал будет стоять тишина и в этой тишине прозвучит то что ты скажешь ты скажешь отрок говорил что бог есть это будут первые слова которые я вспомню потом славочка сказал что от неожиданности оператор выронит свою аппаратуру и чуть-чуть не упадет потому что перед этим он не закрепится как надо настолько потрясены будут люди этими словами и потом говорит ты мамочка начнешь рассказывать не как тебя научили а все что ты вспомнишь ты говорит мамочка будешь говорить а тебя все внимательно будут слушать и у одного мужчины даже случится инфаркт от того что ты скажешь вызовут скорую помощь и пока его будут везти до больницы он умрет и врачи это будут видеть но господь не допустит чтобы кто-то умер от этой передачи и он вернет его к жизни когда он доедет до больницы он снова будет живой но об этом мало кто будет знать кроме врачей вот такая будет ситуация на телеэфире для меня действительно наступит очень тяжелый период в жизни а про Чебаркуль Славочка сказал так они говорит мамочка так нехорошо меня приняли и потом когда меня заберут в Москву пройдет немного времени и у них начнутся такие же катастрофы как и везде в частности Славочка говорил что здесь прямо с неба станут падать камни и лед будет нашествие саранчи и пройдут очень сильные ураганы и смерчи вот только тогда говорит они пожалеют что меня здесь нет я его спросила а что Славочка тишина и покой в Чебаркуле зависят только от того что ты будешь здесь лежать он сказал да мамочка и как только меня отсюда заберут пройдет совсем немного времени и у них все это начнется и они будут в полном недоумении потому что спросить уже будет не у кого и только тогда они пожалеют что меня здесь нет а некоторые пожалеют что и тебя здесь нет я говорю а я это вообще здесь при чем а он сказал некоторые пожалеют о том что тебя здесь нет потому что спросить не у кого будет вот такие печальные пророчества оставил славочка о чебаркуле слава сказал что больше всего на него и его пророчества разозлятся масоны он так и сказал что масоны очень разозлятся на него и на его пророчества но вынуждены будут замолчать и еще он сказал мамочка масоны сначала попытаются меня представить экстрасенсом станут меня сравнивать с другими детьми но у них ничего не получится отрок так и сказал когда найдется эта книга они то есть масоны и недоброжелатели ничего уже плохого говорить не будут тогда по его словам уже вообще никто и ничего плохого о нем говорить не будет слава слава что они молча станут с ним бороться и будут пытаться избавиться от него вот так славочка мне рассказала себе и о том что произойдет с ним потом но я все равно его спросила славочка но может быть все-таки есть кто-нибудь кто хотя бы немного похож на тебя и слава мне рассказал что есть одна девочка он сказал что она лет на 5 его младше славочке тогда не было 11 значит этой девочке должно было быть около 5 лет слава сказал что эта девочка живет в Америке в одном из штатов и что у нее хорошие родители и еще есть два брата славочка даже сказал что она лучше ее живет что у нее во дворе бассейн стоит и что к ней ходит священник который ее очень любит вот так сказал славочка о девочке которая была в чем-то похожа на него и уже не так давно просмотрев одну телепередачу я случайно узнаю что в одном из штатов Америки действительно жила такая девочка я сразу поняла что это она оказывается она была очень хорошенькой пухленькой и очень красивой девочкой у нее были черные кудрявые локоны и маленький носик к этому девочке действительно ходил священник и у нее действительно есть два брата и ее на самом деле очень любили родители мать у нее такая худенькая скромная женщина и они все до сих пор живы только девочки уже нет эта девочка была очень больная она не ходила но свои пять лет она уже исцеляла людей к ней кто-нибудь придет она только посмотрит ручку приложит и человек мгновенно исцелялся эта девочка умерла когда ей было пять годиков с небольшим у нее обыкновенная скромная могилка и мать этой девочки всю жизнь кладет на ее могилку платочки а потом рассылает эти платочки больным и страждущим людям и от этих платочков люди получают исцеление вот такая трогательная история об этой необыкновенной девочке о себе Славочка мне сказал что таких как он никогда не было нет и уже не будет я однажды спросила Славу а тебе может кто-нибудь помешать он мне на это ответил ты мамочка можешь помешать а потом он посмотрел на меня и сказал мне никто не помешает вообще никто не помешает поэтому когда я слышу как отрока предают и клевещут на него я не очень то переживаю и стараюсь не принимать все это близко к сердцу потому что Славочка сказал мне вообще никто не помешает когда я спросила Славочку зачем ты сюда пришел он мне ответил мамочка я пришел чтобы помочь спасению людей и еще Славочка сказал что главное назначение его жизни это борьба со злыми духами он пришел предупредить людей что весь мир погубит выгода и что нельзя ничего принимать от сатаны главный смысл всей жизни Славочки предупредить людей чтобы они не принимали мирового паспорта сатаны чтобы они не принимали его чипов он сказал что самый первый не человеческий документ в нашей стране это ваучер и потом сказал Славочка все последующие документы которые масоны будут навязывать людям даже самая маленькая справочка все это будет уже от сатаны Славочка сказал что все получившие начертания сатаны на лоб или правую руку не будут прощены богом он так и сказал мамочка бог никого не простит из тех кто принял печать антихриста Славочка пришел предупредить людей об этих страшных временах чтобы люди не попали в сети дьявола и не погибли он пришел помочь людям пережить эти времена Славочка сказал праведные пусть делают правду неправедные пусть делают неправду ничего не остановить не изменить нельзя на небе все решено скоро на земле будет бог а о своей коротенькой жизни Славочка сказал так мамочка люди уж слишком быстро предают бога поэтому я мамочка должен уйти раньше а так бы вырос был бы вначале врачом а затем монахом Славочка пришел чтобы совершить подвиг предупредить людей и помочь им спастись Слава сказал что именно наше время это последнее время именно наше время является окончанием века и именно сейчас нужно на себя взять подвиг и очень много молиться чтобы спасти свой род Славочка сказал что без исповеди и причастия люди начнут массово глупеть и поэтому исповедоваться и причащаться надо как можно чаще вот вот об этом пришел сказать Славочка даже его целительство стоит здесь как бы на втором плане все пророчества Славочки подтверждали с его целительством когда шла такая помощь когда он запросто мог рассказать людям про весь их род и люди подтверждали что это именно так о какой фантазии могла идти речь своими делами Славочка просто подтверждал свои слова люди безоговорочно верили Славочке видят те чудеса которые он совершал исцеляя людей от неизлечимых недугов и пророчеств о тяжелых испытаниях Славочка как бы подтверждал все то о чем две тысячи лет назад предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов вот в этом и заключается смысл жизни Славочки Слава сказал что он последний и что он сказал людям все и больше им говорить никто не будет потому что больше таких как он не даст Господь бывают люди предвосхищая события задают мне вопрос кто же отрок Славочка сказал что когда найдут в лавре книгу с пророчествами о нем тогда все узнают кто он а я с ним на эту тему не разговаривала для для меня для меня он мой сын вот об этом я хотела сказать ничего другого я сказать не могу потому что говорю только то что он говорил на своем детском языке пусть кому-то покажется что я говорю слишком просто но я пересказываю так как говорил ребенок и пытаюсь его детскими словами все это передать то Продолжение следует...